напишите пожалуйста в чате видно ли экран и я буду вам показывать саму механику иногда отлично в общем еще раз хочу поблагодарить вас за уделенное время сейчас я покажу вам непосредственно саму механику стратегию которую вы сможете моделировать вообще в принципе на свои проекты единицы это используют но это вообще в принципе меняет правила игры если вы не любите выстраивать сложные автоворонки продаж и так далее то вы можете использовать в принципе вот этот формат так давайте начнем тогда вообще с предыстории как выглядит большинство вообще форматов запуска по продаж у большинства предпринимателей экспертов продюсеров кто использует еще в принципе канал telegram то есть классическая схема то есть мы понимаем что у нас есть канал telegram мы сюда направляем трафик и обрисуют трафик здесь telegram соответственно канал он упакован он разбит на определенные блоки там есть посты и так далее и здесь вверху есть пост закреп который ведет обычно куда-то но по классической схеме он ведет в ту либо иную воронку то есть это вы можете наблюдать абсолютно у всех то есть получается простой пример мы ведем сюда допустим рекламную кампанию трафик то есть мы понимаем допустим там получили 100 переходов там по рекламному объявлению и в итоге допустим на нас подписалось 500 человек из этих 500 человек следующий этап кто заходит в воронку допустим максимально простой математикой посчитаем там 250 человек попало воронку то есть это на сегодняшний день классическая схема думаю она вам понятно ничего нового но то что я сейчас буду показывать дальше она вообще реально меняет правила игры пока вам все понятно вообще в принципе то что ты обрисовал напишите в чате либо есть сразу какие то вопросы да все понятно супер теперь смотрите самое интересное наш канал telegram он всегда упакован под определенную темы нишу мы это понимаем да и здесь мы всегда собираем разно шерсткую аудиторию как бы грубо возможно это не звучало я вам сейчас приведу пример на уровне отношений это будет максимально для вас понятно и комфортно допустим у нас тема там как создать счастливые гармоничные отношения там со своим мужчинам то есть возьмем тематику отношений отношения отношения все то есть наш канал при этом и смотрите самое интересное то есть если классику понятно мы даем какой-то оффер люди подписываются переходят на следующий этап воронки это делают все воронки бывают разных типов там продукт формула по волкеру там вебинары там авто вебинары контентные воронки там консалтинга не суть но проблема здесь одна мы никак не можем по этой схеме выцепить весь сегмент нашей целевой аудитории хочу еще раз акцентировать внимание на слове весь сегмент объясню вам сейчас что мы делаем вообще в принципе в проект когда мы запускаем рекламную кампанию мы получаем подписчиков да у нас есть вход в ту либо иную воронку у нас формируется база но чтобы максимально точечно и эффективно с ней коммуницировать и взаимодействовать мы разбиваем на сегменты для понимания то есть если у нас тема отношений то мы можем взять допустим три разных мастер-класса которые ведут один продукт сейчас вам это более детально обрисую то есть обычно ребята кто не знакомы с этой схемой то что я показываю они вовлекают уже на тот либо на эфир на самом канале 3 то есть они здесь публикуют серию постов чтобы пригласить человека допустим на тот либо на прямой эфир вебинар авто вебинар и так далее аналогично это происходит и здесь то есть идет коммуникация на уровне самой воронки куда люди попали и на уровне канала telegram но мы же делаем совершенно все по-другому для этого если брать эту тему отношений допустим смотрите что здесь самое интересное мы можем разбить ее на различные по тем так вот примеру еще раз проверить связь хорошо вам не слышно ставьте плюсик если хорошо слышно и на ксения плюсик виктория супер 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 смотрите мы мы разбиваем это теперь на по темы то есть тема отношения как создать счастливые гармоничные отношения со своим мужчиной допустим мы готовим мастер-класс как легко знакомиться там с мужчиной в кафе или там как сделать также бы он обратил на тебя внимание то есть это один мастер-класс потом мы создаем например второй мастер-класс на тему там как быть женственной чтобы вам больше уделяли внимание там мужчины допустим еще там третий мастер-класс то есть мы берем абсолютно три совершенно разные темы в рамках одной большой темы то есть это под темы это основная тема идет и под это когда мы готовим те либные воронки мастер-классы и так далее мы создаем отдельные каналы telegram то есть у нас получается лучше даже чат лучше чаты чтобы вы могли коммуницировать с этой аудитории и давать обратную связь то есть у нас чат номер один получается че один потом идет чат номер два и потом идет чат номер три то есть вы понимаете что у нас большая тема отношений и в рамках той либо на автоворонке мастер-класса и так далее мы создаем дополнительные чаты в telegram где соответственно мы перенаправляем аудиторию из общего канала то есть еще раз чтобы вас не запутать то есть у нас изначально допустим там пища переходов по рекламе 500 подписчиков 250 людей попала в автоворонку и соответственно купила x людей вот и вся рассылка вся коммуникация обычно люди выстраивают ее непосредственно на своем основном канале telegram то есть вовлекает их на продающие пиры и так далее и плюс сделать рассылку автоворонки продаж это классическая схема но мы меняем правила игры мы в рамках этой темы создаем дополнительная подтемы и и под эти под темы создаем отдельные чаты именно эфиров главное чтобы мы могли коммуницировать с аудиторий и давать обратную связь потому что когда потенциальные клиенты могут написать в личку у них срабатывает триггер приверженности бренду они могут понимают что они в моменте могут получить обратную связь можете тестировать можно закрытый канал делать главное чтобы была отдельная коммуникации с аудиторией. И теперь самое интересное. Здесь мы делаем анонс, что такого-то числа в какое-то время будет стартовать тот либо иной эфир. И, допустим, из 500 человек этот эфир номер один заинтересовало, если поделить так вот на три, ну пусть 150 человек. 150 человек заинтересовало эту тему. Вот. В отношении определенной тематики. Все. Мы аудиторию переводим сюда, на закрытый канал. Где далее мы выстраиваем стратегию в отношении follow-up, то есть серия рассылки на наше продающее событие. И перенаправляем аудиторию в нашу автоворонку продаж. При этом здесь получается следующее. Мы из общей массы аудитории выцепляем максимально заинтересованную аудиторию в той либо иной тематике. То есть мы не просто бьем по всем, потому что та либоная тема может не откликаться определенному сегменту. Мы максимально сужаемся. И так мы делаем далее. То есть берем другую тематику. Когда готов мастер-класс, там, вебинар и так далее. Сюда переводим, допустим, тоже 150 человек перешло. И допустим сюда. Аналогично, чтобы проще было считать, вот переводим 150 человек. И аналогично в каждом этом элементе выстраивается отдельная стратегия в отношении рассылки, чтобы привести людей на то либо иное продающее событие. И перенаправить их в совершенно другую автоворонку продаж. Сейчас я объясню, почему это максимально правильно делать и какие от этого идут вообще выгоды. Потому что, когда мы кидаем сюда основной оффер, этот оффер видит абсолютно разный сегмент. То есть кому-то может не откликаться тема номер два, тема номер три, тема номер один. Вообще, в принципе. И, соответственно, малой будет слабая доходимость. А если мы более точечно выявляем определенные запросы, что интересует людей, то есть, например, там, как легко знакомиться в барах, там, в ресторанах, кафе, там, либо в социальных сетях, как там быть женственной, чтобы мужчины постоянно от себя обращали внимание, там, ну, еще какая-то тема. Мы максимально сужаемся из общей массы аудитории, которая есть на телеграм-канале. Мы выбираем определенные сегменты, которым явно болит та или иная тематика. И уже от этого мы простраиваем всю цепочку коммуникаций далее в отношении смыслов, что улучшает доходимость, воспринимаемую ценность и так далее. И уже готовится тот либо иной вебинар, мастер-класс и так далее. И в дальнейшем в рамках вашей продуктовой линейки вам гораздо проще монетизировать аудиторию, потому что вы не бьете из пушки по воробьям в надежде, что хоть кто-то там придет на тот либо иной мастер-класс. Вы максимально сужаетесь в зависимости от запроса. Под этот запрос готовите вообще сам эфир, ну, либо автоворонку продаж, там, не принципиально, то есть, какая точка у вас будет монетизации, то есть, как выглядит сам конвертер. И уже здесь вы выстраиваете всю коммуникацию. Почему я писал, что можно даже использовать просто телефон? Потому что на телеграм-каналах, если вы снимаете, например, серию видео, вы можете его выложить на самом телеграм-канале. То есть, вы можете опубликовать это здесь. Соответственно, провести прямой эфир, либо вебинар, можно на Бизоне, там, на сторонних сервисах, а можно также провести его здесь. То есть, это гораздо все упрощает. Но ключ в другом, что вы максимально сужаетесь, вы выцепляете аудиторию в зависимости от их истинных потребностей, ключевых запросов и под это формируете отдельные сегменты. И в итоге у вас формируются активы. Самое интересное, смотрите, у вас есть общий канал телеграм, где вся база. Это первый актив. Второй актив. У вас есть ваша автоворонка продаж, куда вы перенаправляете далее аудиторию. И следующий формат, уже формат более эффективной монетизации, когда вы из общей массы выцепляете под запросы сегмент. Третий сегмент, к примеру, четвертый и пятый. То есть, у вас совершенно разные активы. И когда у вас выстроена продуктовая линейка, начиная от бесплатных продуктов, там, трипайер, основной продукт, там, максимизатор прибыли, торпинка возврата и так далее, когда у вас вся выстроена продуктовая линейка, вам гораздо проще доносить ценность, потому что на общем канале телеграмм у вас разношерсткая аудитория, а на других каналах телеграмм у вас более точная целевая. Притом вы сразу видите уровень интереса в зависимости той-либо иной тематики, какой сегмент подписался, что они вообще, в принципе, там пишут, комментируют, там, и так далее. Это гораздо все вообще, в принципе, упрощает. При этом вы формируете различные активы, где вы можете коммуницировать более точно предметы под запрос и на общем канале. Также готовить различные контентные единицы, ну и прочее. Надеюсь, доходчиво объяснил или есть какие-либо вопросы? Можете подключиться и голосом задать вопрос. Так, Ксения, вопросов нет, пока все понятно. Отлично. В общем, стратегия очень простая, но рекомендую использовать именно такой формат, чтобы вы могли формировать базу подписчиков на основном канале телеграмм, переводить эту аудиторию в вашу какую-то основную автоворонку, которая в моменте монетизирует аудиторию и так далее, чтобы у вас сформировались несколько активов. И потом в дальнейшем, когда вы создаете эффект солнышка, то есть если вы читаете мой телеграмм-канал, я как-то скидывал формат эффекта солнышка, то есть когда вы в рамках одного продукта делаете различные заходы. Сейчас я вам здесь обрисую. То есть вот, у вас есть основной продукт, который решает определенные проблемы людей. И в рамках этого продукта вы делаете разные заходы. То есть вот мастер-класс там один, мастер-класс второй, мастер-класс там третий, четвертый, пятый, шестой. Вот. И это все по аналогии, соответственно, отображается у вас и здесь. Вы формируете различные каналы телеграмм либо чаты, и именно там коммуницируете и взаимодействуете, чтобы увеличить доходимость и донести ценность нашего продукта либо услуги. Формируя конвертер, то есть воронку, автоворонку там непринципиально, который и аккумулирует вам x денег в кассе. При этом у вас всегда есть основной актик. Мария, огонь. Да. Это про это. В общем, это ключевое, что я хотел вам на сегодняшний день показать. Модель безумно простая, но здесь столько возможностей, и на сегодняшний день, я повторю, это единицы, кто это использует, большинство берут просто канал целеграмм, здесь делают рассылку и вовлекают. Но если делать точечно, более предметно, сегментированно, то здесь происходит совершенно другая магия, и от этого результаты в отношении бизнеса и тех либо иных вообще в целом проект.